Чашу бассейна «Спартак» пополам, потом еще на две равные площадки и за дело. Ульяновск принял стартовый тур чемпионата по Волжи по водному полу. Турнир, который собирает исключительно игроков-любителей, проходит во второй раз в истории. На первые турниры собирались ветераны. Но сейчас у нас с каждым годом команды все становятся моложе и моложе. Половина ребят им лет по 20. То есть они играют с удовольствием и борются за медали. А некоторым игрокам и того меньше. Например, девятикласснику 38-го Ульяновского лицея Артема Седову. Водное полу он пришел пару лет назад и ставит перед собой исключительно грандиозные цели. Хочется, чтобы такой интересный спорт, зрелищный, был более популярным. И поэтому, скажем, вступил в его ряды. В полу Артем играет вместе с своим отцом. И именно Седов-старший несколько лет назад привел наследника в бассейн. Для начала, чтобы тот элементарно научился держаться на воде. В дорожках на соседних плавал, тренировался, наблюдал. Потом как-то раз не хватало игрока, попробовали его в поле. И, наверное, сейчас подрос до уровня, когда играет наравне со взрослыми. Даже я больше скажу, что зачастую лучше, чем некоторые взрослые. Династия Седовых защищает цвета ульянской команды бассейна «Спартак». Кроме того, за медали нынешнего чемпионата по Ложьи борются три коллектива из Казани, по одному из Саратова и Березняков, а также ульянский клуб «Эколэнд». Этакая сборная России. В ее рядах, в числе прочих, студенты Института гражданской авиации, представители других регионов страны. Один из будущих летчиков Дмитрий Белов до приезда в Ульянск занимался водным полом в родной Москве. В команде «Эколэнд» выступает на одной из самых сложных позиций – в нападении. Форвард констатирует, в водном поле одного умения плавать мало. Хочешь играть первые роли – будь готов даже к запрещенным приемчикам. Защитники могут схватить заплавки, ударить из-под тяжка. Могут просто висеть на тебе, чтобы ты сильнее уставал, а они будут отдыхать в этот момент. Первый тур чемпионата по Волжи оказался бескомпромиссным. Без потерь пока выступают только две казанские команды и ватерполисты из Березняков. При этом остальные участники также разжились очками. С нулем не остался никто. Второй тур соревнований пройдет в начале будущего года в Казани. Михаил Сашанский, Управда ТВ.